Сегодня у нас воскресенье. И вот тут Игнатьев Ильич за компьютером сидит трудиться 15 марта. Что сегодня у нас нового в интернете? Сегодня воскресное утро. Я как всегда встал в пол первого, стою ночью. Большая почта. Но что большая, это можно даже посмотреть. Никак не берет, не могу в скайп войти. Но в интернет-то вошел. И вот здесь сразу же. Надо как-то увеличить, показать сколько идет. Я маленько даже сначала можно показать бы хотел, какие у нас тут ресурсы. Вот я открываю. И дальше пишу. Канал открытым оком. Вот она, видишь? Вот она открывается открытым оком. Это мой канал. Я вот открываю его, данные о нем. Видно или не видно? 46 700 подписчиков. Вот она. И 21 567 видео. То есть в интернете нигде больше нет, даже наполовину нет. Почему? Потому что я здесь не вылажу по 16 часов каждый день. Так. Ну а теперь если мы откроем... Ну это понятно. Мы посмотрели здесь. Ответ такой. Сейчас я посмотрю, сколько просмотров. По-моему, тут есть просмотры. Вот она. 47 миллионов 497 тысяч 812. И вот открываю только. И сразу открывается вот Андрей Буржуй. То ли фамилия такая еще. Два часа назад видно или нет? Показать. Здравствуйте. Что вы можете сказать о данной ситуации? Ссылку оставлю. Мы хотим услышать ваше мнение. Дайте услышать народу миру. Мы будем ждать. Заранее спасибо. Я не выдумываю. Вот оно все. И какой ролик здесь? На ролик 2930. Вот как часто Игнатий Лапкин ссылается на каноны соборов. Эти вопросы. Это же 21 тысяча роликов. Вот я нажимаю. Вот она видна. Синенькая. Видишь? Нажать надо на нее. Вот я нажимаю сейчас на нее и она выскочит. Здравствуйте. В эфире YouTube канал студия Аркадия Мамонтова. Сегодня на наших глазах распинают нашего священника. Протеерея отца Дмитрия Смирнова. Так я останавливаю и показать. Аркадий Мамонтов в поддержку Дмитрия Смирнова. Но я не выдумываю ничего. Вы знаете, какой печальный у него вид-то. Ну а дальше проходит маленько времени. Распинают за то, что он сказал правду о том, что в России гибнет семья и исчезает любовь. Женщины сами не понимают, что такое брак. Неохотно сказать, что я бесплатная проститутка. Поэтому, говорит, у меня гражданский брак. Здрасте. Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги и все. А так тебя никто за жену не считает. Потому что у нас в стране замужних женщин гораздо больше. На миллионы, чем женатых мужчин. Как так можно быть? Да очень просто. Те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считаются за жену. Это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене, то что, трудно зарегистрироваться, что ли? Никакого труда. Видите, студия Аркадия Мамонтова. Я не прибавляю ничего. Это в интернете, в ютубе. И претензий никаких нет. У меня просят дать анализ этому. Но я не буду опять сам давать, как смотрит на это священное писание. Отец Дмитрий здесь говорит о совести. Попользовался женщиной. Выбросил ее. Одна с ребенком. И дальше. Как будто вещь какая-то. Он прямо дальше говорит. Бог сотворил мужчину и женщину. Это одно единое целое. Я сразу вспоминаю Степаненко Максима. Он сказал. Женщины, которые наживают детей без официального брака и называют на вторую букву алфавита. Как поднялись. Архиерей на поводу у женщин. Его сразу. А он председатель миссионерского отдела Томской епархии. Его сразу сняли. Я про Максима не слышал. Я посмотрел, какое мужественное лицо. Ну и все остальное написал. И потом он приезжал к председателю миссионерского отдела Потеряевку и на крещение с полным погружением принял крещение. На него еще больше напали. Я открываю вот одну книгу показать. Я не защищаю отца Дмитрия. Его не надо защищать. Потому что он прав в сто процентов. Правда Божия не требует защиты. Она нас защищает. Как Сергей Старгородский церковь спасал. В церкви мы спасаемся. Вот посмотри. Видно нет. Посмотри какой. Поближе. Называется Полный церковно-славянский словарь. Так. Протоиерей Григорий Дещенко. Вот я открываю первую страницу. Вот. Титульный лист. Полный. Ну и здесь вот это надо заснять как-то бы. Это очень важно. Люди не знают иногда. Когда мы изданы в Москве. 2002 год. Как по благословению. Патриарх Алексея Второго. Словарь. Словарь. Я с этой стороны покажу какой он. Я открою сейчас здесь, чтобы последнюю страницу можно было увидеть. Смотри. Сколько страниц? 1120. 1120 страниц. Это самый богатый словарь. Теперь. А он назвал женщин так. А как? Давайте посмотрим. Я открываю. Страница. Мне не все хорошо видно. Страница 325. А. Постойко. Тут еще надо по-другому. Второе место открою. Страница 49. Посмотри. Я буду считать. А ты это снимай. Это. Чтобы было видно. Блядь. Первое значение. Ну тут по-гречески. По-гречески. Обман. Заблуждение. Пустословие. Пустяки. Так. Острожское Евангелие. Лука 24.11. В Евангелии это написано. Прямо. Дальше. Выдумка. Разврат. Прелюбодеяние. Ну это Миклаш видно. Дальше. Блясти. Что такое? Ну тут по-латыни. Заблуждение. Пустословие. Прелюбодействовать. Ну и больше ничего и нету. Вот оно все. Официально. Это слово литературе. Блядословить. Пустословить. Прямо в Евангелии. В церкви это произносится. Нет. Сделали из него ругательного. То есть всю жизнь сделали. Как тут написано. Блядством. Это ноль даже никакого. А вот он назвал. Отец Демитрий еще назвал. Он заступился за миллионы женщин. Главное говорить. Проститутка он назвал. Ну. Литературное слово. Проститутка. Дальше. Прелюбодеяние. Тоже литературное слово. Сказать там одинокая женщина временными услугами служит. Тоже можно. Путана можно. А блядь нельзя сказать. Почему. С чего. Я эти места хотел особенно показать. Как люди пустословят. Выступает конгресс какой-то. Или что-то там большое. Такое. Американские женщины написали мусульманкам. Как мы вам завидуем. Как вас мужья любят. Как они вас закрывают все тело. Вот. А нас на позор поставили. Вот так. Вот. Платье. Лишь бы соски не было видно. Тогда, говорит. Женщины стали делать операцию. Соски срезать. Соски срезать. Я пришел. Я что-то где живу. Это сумасшедший дом. Это американки пишут. Чтобы можно было грудь целиком показать. Закон-то не предусмотрел. Что до этого можно додуматься. И вот он спрашивает. Я скажу. Отец Дмитрий-то. Он еще не придумал. Назвал цифры. Речь идет о миллионах. О десяти миллионах. Женщин. У которых нет мужей. И по-другому они никогда не назывались. Я несколько мест хотел открыть. Даже священное писание. Допустим. Кто не согласен со вселенским блядством. Которому ныне приковано внимание. Даже самых отъявленных блудников. И речь везде идет. Пока только о физиологическом совокуплении. На уровне походливых жеребцов и ослиц. И дальше. Иода 1.10. Осиние злословие точно его не знают. Что же по природе как бессловесное животное знают. Тем расклевают себя. Ну здесь маленько. Еще не до конца. Я обычно делаю и так. Жирным. Курсивым. И красным светом. И красным светом. Вот. Я говорю вам. Что всякий кто смотрит на женщину с вожделением. Смотрит. Уже прерубодействовал. С нею сердца своем. Это. Ну. Нельзя же так уже обезуметь. И на поводу идти у развратных. И даже в самом браке. Пусть и официально оформлено в государственных учреждениях. Закон этот для христиан. Действует непреложное правило. Которое ни один безумец не должен посметь разрушить. Правило сие разрешить беззаконный брак. Будь он папа римский или епископ патриархийный по местной церкви. Это законы. Закон до второго пришествия Христова. Прямо и недвусмысленно сказано Христом. Чье имя исповедует рядовой или пастух этого окороствовавшего стада. Ну и считаю Марко. Если жена разведется с мужем своим, выйдет за другого, прелюбодействует. Я буду... Всякие разводящиеся женой своей и женящиеся на другой прелюбодействуют. То есть занимаются чем? На букву Б, на вторую. А буква алфа это. И всякие женящиеся на разведенной с мужем прелюбодействуют. Ну и каков же процент тех, кто ходит в церковь, прищищается, живет в недостойном состоянии. Но совесть его приглушили блюстители чистоты жизни. Через лицомерие лжил совестников, сожженных в совести своей. 1 Тимфея 4.2. Исайя 24.5. И земля скверниона подживущими на ней. Ибо они приступили законы, изменили устав, разрушили вечный завет. Римлянам 7.3. Посему, если при живом, муж выйдет за другого, называется прелюбодейцей, развратницей. Если же умрет муж, она свободна от закона. И не будет прелюбодейцев выйдеть за другого мужем. Еремея 3.2. Подними глаза твои на высоты. И посмотри, где они блудодействовали с тобою. То есть русские женщины вообще ни за что не считают. Сейчас, говорит, он, я считал, там, в Ярмановской тур, какой-то, которая, организация, туристические там, приезжают люди отдыхать. Сейчас, говорит, стали задавать один вопрос. Мы едем на такой-то курорт, а русские там будут? Он говорит, а при чем русские? Мы не желаем идти. Мужчины все ломают, бьются, а женщина приехала, сразу дает два мужика, а то и четыре. А то немки говорят в интернете. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как оравитянин в пустыне, а сквернилась землю блудом своим и лукавством твоим. Яков 4.4. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. Иеремия 2.8. Священники не говорили, где Господь. И учители закона не знали меня. И пастыри отгнали от меня. И пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили вслед за тех, которые не помогают. Иеремия 3.1. И явным блудодейством она сквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Это речь о церкви идет. Говорят, Иеремия 3.1. Если муж оставит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У нас закон один, у мусульман другой. У них такой, если она оставлена была и к мужу вернуться, не может пока прежде не сделаться с щей-то женою хотя бы на один день. Пишут в интернете, там где-то в мусульманской стране. Они любят друг друга. И по телефону она ему, охват, я развожусь с тобой, ха-ха-ха. А он ей, айша, и я развожусь с тобой, ха-ха. Он домой идет, веселый, полиция у дверей. А что случилось? А вы кто такой? Ну как, то хозяин дома. Хозяин бывший? Это вы говорили, вы? В нашей религии не шутят. Вы не муж ей. Как не муж? Уже зафиксировано. Если три человека услышали, все, я говорю с их закон. Один двести раз женится, но не нарушил четыре жены. Он одну выбрасывает, берет, у нее опять четыре. И здесь тоже. Вот она должна пойти умолять кого-то, возьми меня на одну ночь хотя бы, а потом вернись. У нас это считается осквернением, а у них закон не осквернение, а чуть ли не святость. Я не сужу законы. Я христианин. И дальше. И погонится за любовниками своими, но не догонит ее. И будет искать их она сама, но не найдет и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. Все, блудея, и все это, к Бога бы избранному Израилю, к его священству сказано. Ныне под именом Израиля давно примащивается земля русская, второй Израиль. Так и здесь. Были и есть учители, живущие вовсе не в святости настоящей, а евангельской. И скажи так, говорит Господь Бог, 16.3 из Икииля, «Твой корень и твоя родина в земле Хананская, отец твоя Мария и мать твоя Хананьянка». А это были образы для нас, чтобы не были походы у нас злое. «Ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славой твоей, стала блудить и расточала блудодейство твое на всем мимоходящего. Блудодейство, блядство». Так, так, так и есть. В Библии написано это. Взяла сыновей, дочерей, только так, зафиксировать, мне уже считать некогда. Еще дальше. Вот. Где ты не раскидывала ноги твои перед с каждым халдеем? Вот оно где. Буду судить тебя, каким Господь говорит. Это стихи. Показать где-то. Это смотри, я выписал скотча. Каков поп, таков и приход. Не нами составлена эта пословица. Все духовное было до призриха, обречаемо Христом в Израиле. Но кто обречил в этом сегодняшнее состояние, в православии, как будет ратовать за искоренение этого блудодейства с мирской властью, за это жуткое умопомрачительное прелюбодействие. Гражданский брак, прелюбодействие духовное, все 100% архиереев ставили через партийные органы, через КГБ, давались агентурные клички и сливалась информация на всех и вся. Я могу свидетельствовать, я себе говорю об этих фактах, ибо сам все это претерпел от юрочекистов. И дали объяснение, как это было. Я перевожу на духовное, отвечаю, в каком году, в сентябре, а что тут написано, 1943 года, Сталин с Берия образовали эту патриархию. И как было? Так я это закрываю, мне это не нужно. Теперь обратимся к тому, что отец Дмитрий сказал. Я с отцом Дмитрием во многом не согласен. Он не договаривает только то, что такими сделали вы, распустили. Кого причащаете за это, что изменяет она? Это если без мужа она живет, блуд. Если от мужа отдельно где-то подставляется, прелюбодействует. 7 лет она должна быть в отлучении. А здесь 40 поклонок поподходи. Вот это Б распустили-то священники. И в этом, может, больше всех и виновен отец Дмитрий. Но он ужаснулся, глядя, что делается. И сказал-то правильно. Он только сказал, и такими сделали вас мы. Вот и спроси мусульман, сколько у вас измены. Мне как-то пришлось однажды выступить даже. Какой-то чуть ли не конгресс был у мусульман. И мне дали сказать слово. И там были имамы, шейхи, мулы. Я говорю, уважаемые, скажите, пожалуйста, какой процент девственности сохраняется у вас до брачной ночи? Я когда людям говорю, они не верят даже. И они меня не поняли. Как какой? То есть вы какой-то процент доставляете? Да никакого. Вот я вижу, берут интервью. Мусульманин, 16 лет ему. И вот и говорит, допустим, отец где? Отец, герой. Но герой где он? Он погиб, шахид, подорвал себя. Я вырасту, тоже таким буду. Вот это да. Но если мать твоя будет принимать мужчину на ночь, ну пять мужей имела, это тебе не муж. Он поставил маленькой. Заражу. У тебя сестренка подрастает. И она будет... Он не дал договорить сразу. Заражу. Я вспоминаю, тоже из интернета. Мальчишка распорил с сестренкой. И отцу за столом брякнул. Папа. А она с мужчиной целовалась. Ахмат, ты чего огородишь? Ай, сейчас иди ты. Папа, да это спектакль ставили. Он просто пристанился ко мне. Так я спрашиваю, было ли это? Ну это... Он ее за столом застрелил. Это говорит, слушай, я не сужу никого. Я беру факты, как они берегут. Они говорят, у нас сто процентов. Я говорю, у нас уже в седьмом классе ее под корой букву надо ставить-то. Уже процент потери девственности зашкаливает. В первые три года развод 86,5%. А Надежда Константиновна Крупская сказала, 17% национальных катастрофов. За время перестройки в Российской Федерации сделано 120 миллионов абортов. Откуда вы узнали? Это не я говорю. Максим Сипоненко пишет эти данные. Герман Стерлигов. 20 тысяч ежедневно... Так это официальная статистика. Повторяю, 120 миллионов. Во Второй мировой войне вместе с Хиросимой Нагазаки 55. То есть в войне женской, в очреве две мировые войны прошло. Народ исчезает. А какая рождаемость? Недавно выступает президент Российской Федерации, Путин Владимир Владимирович, перед федеральным собранием и говорит, больше половины, наверное, говорит о национальной катастрофе. Какой демографическая катастрофа? 1,7 ребенка на семью. А у мусульман 8,1. Почему? А они любят своих женщин. Они заботятся о них. А тут идет полраздетая. Они их не уважают. Они их пинают. Я скажу в любом месте. То, что написано здесь. Повторяю. Вот она эта книга. По благосостоянию Патриарха. Огромная. По размеру даже и то больше. Ну, чтобы было видно, я под на руку положу, чтобы видели, какая она большая. Итак, отец Дмитрий прав, но не договаривает. Виновен в этом он. И может больше всех. То, что прелюбодейство развели в церкви. А у вас, как правило, у нас этого нет. И быть не может. Ну, а бывало, что изменило? Да, бывало. А одна бывала. С развратителем. Саша, значит, что 7 лет стояла за дверями. Вот так. 7 лет. Канона Василия Великого. Второе правило. Если женщина убьет младенца, оба щребет, аборт где-то. Отлучается на 10 лет. А сегодня она сделала сколько? Как Юрасов Амросий говорит. Мама подошла и говорит. У меня дочка. Она такая стыдливая. Там и к мужчинам не подойдет. Вы поисповедуете ее. Я, говорит, начал исповедовать. У нее 4 аборта. А для матери она девственница. А почему? Потому что, может быть, путем матери идет. Я думаю, то, что я сказал, этого вполне достаточно, чтобы не нападать. Отцу Дмитрию пишут, как говорят, угрожают убить его. То, что он сказал истину. Я говорю, почему он дальше не сказал? Он сказал, и в этом повинны мы. Кого вы причащаете? Кто не причащался? Включите закон об абортисах. И что получится? Ну, если 20 тысяч каждый день, теперь умножь на 300 дней. 6 миллионов. Перестройка 20 лет. 6,2, 12. 120 миллионов. Это очень даже простая математика. А что сделать? А что нищету плодить? У нас в семье, у отца с матерью было 5 мальчиков, 5 девочек. Ну, было 7 мальчиков. Двое умерли рано. А отец с матерью вдвоем полкласса не кончили. А отец с фронта пришел без руки. Вот так вот. Культяпочка маленькая была. Это 41 год под орлом. Отдал руку. И ни разу мы не слышали, чтобы они ругали власти. А отец пошел, один наказ матери дал. Она была беременна. Беременная моей сестрой. В 42-м родилась. Если убьешь ребенка, аборт сделаешь. Домой не вернусь. Домой не вернется. Я уже был. Я с 39-го года. Он... Это так любить детей. А случилось, что в нашей семье отцова-дочь незаконно первого ребенка родила. А почему? Отец, ты знал? Знал. Согрешал, я спрашиваю. Да. До брака связи там были. Ну, веселый, красивый. А теперь дочь твоя отомщенная. Теперь она с ребенком одна. Ребенка не трогать. Он не виноват. Его надо крестить. Отец на это делается. Докормим, допоим. Он готов был всех кошек и собак собрать к себе. А выпьет и... В орфографии не разбирался. Но он любил. Я пример беру. Как это так? Возьмите сейчас. Я беру 1300 лет. Мусульман. Два миллиарда. Сколько абортов? Нуль. Достоевский пишет. 1860 год. Десятилетие уже развратное. Точка. Десятилетие уже развратное. Федор Михайлович Достоевский. Или что, нарочно говорит? Мать приходит и сидит там на приеме. Дочь привела. Да вы видите, что уж. Последний месяц. А в каком классе учится? В седьмом. А что случилось? Ну, заходила, там играет ромашка. То другое не раздевается. Голая задница вот так высадит вокруг. И ребята тут в темноте, чтобы не знали, от кого она защила. Это что? Эта мать сидит, рассказывает. В приемной. И она сидит здесь. То есть, вот она, плоды советской власти. Это кто? Калантай говорила? Женщина может отдать любому встречному мужчину. Это все равно, что выпить стакан воды. Друзья Ленина. Так что все в куче взять. Нам надо рты закрыть, заклеить на 10 раз. И не трогать никого. В этом вопросе в женском. У нас все законы порушены. И совести нет. А когда назвали их, я показываю. Вот оно, название едет. Вторая буква Алпавита. И в церкви сегодня это произносится. Это не ругательное слово. Его сделали. Почему? Слишком зримо выставляет. Вот так. Больше сказать ничего не могу. Все сказано в этом. Отца Дмитрия благословил Господи. Я сейчас гляну, как он его правильно назвать. Аркадий Мамонтов. Вот еще дальше. Все. А, что? Звук у вас выключен. А, звука нет. Вы не то сделали опять. Я не то сделал. Назад вернитесь. Звук. Вот тут звук добавьте. На самом деле. Куда оно тут? Вот тут. Вот значок. А где значок? Вот он, вот он, вот он. Вот сейчас добавляйте. Правда. И что же после этого началось? Показывает. 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 Мужчина. Показывает. Ну зачем же вы его оскорбляете? Как один главный редактор одной радиостанции, где есть слово «эхо». Взял и обозвал его пожилого священника. Знаете, вот смотрим фильмы, Герасимов там построит «Тихий дон». Первая постановка. Елена Быстрецкая, Элеонора Быстрецкая играет Астахову Аксинью. А он лежит с ней, дед, она стала говорить, он говорит, Глеб-то говорит, ну, Гришка Мелехов. И говорит, сучка не захочет, кобель не вскочит. Никто же его не обсадил. Сучкой назвал любимую женщину, ну, как бы в пословице. А так и есть оно. Так и есть. Если самка не желает, ни один кобель суху не изнасилует, ни один кот кошку. А захочет, она перед ним валяется, играет, я вижу кошки какие-то. Все. И так и здесь. Мужчины-то, если бы были верующие, они бы даже не посмотрели на этих женщин, а плакали бы и молились. Куда мы пришли? Что с нами есть? И что с нами, с христианами? Хуже нас-то никого нигде нету. Потому что все каноны, все попрали. Каноны, я называю их, каноны. Прелюбодея мужчина, семь лет отлучается, женщина на девять. Правило Василия Великое. Ему говорят, несправедливо. Он говорит, несправедливо, но по-другому нельзя. А как тогда? Ну, ко мне приходит руководство, пятидесятники. Такая секта есть. Ну, вот что делать? А до этого, да кто пришел-то? Валя Барышникова, ее отец Алексей. И говорит, вот такое случилось. У нас проповедник один впал, ну, при любодеянии. Я говорю, девять лет? Ну, нет, это девять лет. Ну, насколько? Ну, мы решили на месяц его отлучить. Ну, я говорю, зачем ты ко мне пришел, искуситель? Проходит, еще два месяца приходит. А он опять за старое. За старое. Я говорю, зачем ты приходишь? Каноны церкви. Я в Америке был. Они говорят, у нас, говорят, тут проповедник был по радио. Ну, по телевидению. Такой талантливый. Но обнаружили, он живет второй жизнью где-то. И что? Ну, запретили его. А он? А он плачет. Его найдет, дают место, откупает. И плачет, слезы текут. И говорит, простите меня. Я, ну, что? Ну, народ весь в Америке стали. Да простите вы его. Мы любим его слушать. И он больше этого никогда не делал. Из протестантов. Ну, бывает. Но определенный срок, а потом делается уже полноправным членом. Я могу много примеров показать. Но везде надо договаривать до конца. Вот это, если виновен, кто виновен? Ты имеешь доступ к народу. Я вел занятия в пяти университетах. Только в одном, в 18 лет. Три радиопрограммы. Пять отделов милиции в Барнауле. Городское, Краевое, УВД, воинские счастья, заводы, паблики. Это все подо мной было. Я везде говорил на эту тему. Женщины руками закрывались. А я считаю местописание. Плакали. Почему? Что с нами сделали? Ну, вы-то сами-то держали бы себя. Что, значит, сделали? По нравственности. Да вы думаете, у адвентистов седьмого дня? Это редчайший случай такой у баптистов. На уровне, на другом. А почему? Они ими занимаются этим. Но они не знают этих канонов. А мы православные. И далее. Я, конечно, не буду в ответ тебя, Леша, обзывать никак. Но это не делает тебе чести и не красит никоим образом. Господь, Бог, творец Вселенной. Он создал человека не как индивидуума со своими правами. А, как сказано в Библии, мужчину и женщину сотворил их. Бог создал человека как семью. Иначе зачем нужна женщина? Женщина нужна, чтобы... Ну, дальше дослушайте. Я не одобряю. Он благословляет танки, все это идут воюют. На его совести, может, тысячи убитых. Я ему материал послал. Он мне вернул его назад. Материал о войне, где есть книги к истинному православию. У нас эта тема не пройдет. Однажды ему говорят, у нас тут баптисты проповедуют, ходят. И он официально в эфире сидит и говорит. А вы идете мимо, берите кирпичи и бейте окна. Ну, перед окном ребенок сидит там. Он не экстремист. Его давно, говорят, что надо за жаброй брать. А ему можно. А если это кто-то сказал, значит, все. Голову снесут. Ему, видишь, не нравится это. А сам-то к чему призываешь? И, притом, я не один раз слышал вот эти высказывания такие. Я молюсь за него каждый день. Да? Грубый, да, то другое. Но тут он прав на сто процентов. Но надо различать, где и как. Поэтому, да, благословите его Господь и сохранит. С Богом. Иди сюда. Иди сюда. habil. Иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok у меня.